Добрый день, друзья! Здравствуйте, с вами DICE, и сегодня мы познакомимся с совершенно новой игрой, игрой, которая еще только что в статусе беты, и называется она Pillars of Eternity. Эта игра разрабатывается компанией Obsidian, это те люди, которые делали множество различных продолжений ролевых серий, таких как, например, Knights of Old Republic 2, New Vegas, дополнение там Moscow Betrayal, Knew Irwin True и многих-многих других, то есть люди, которые, в общем-то, хорошо знают жанр ролевых игр компьютерных, и, ко всему прочему, эта игра, она разрабатывается с помощью средств, собранных с Kickstarter, что значит нас может ждать все, что угодно, совершенно все, что угодно, потому что Kickstarter это такая площадка для того, чтобы покупать игру авансом, как бы, вот. Но, а что из себя представлять игра должна? Она должна быть наследником Baldur's Gate, геймплейно и стилистически, то есть это игра, которая представляет собой партийную RPG-шку с видом сверху, прям как в Infinity Engine в старом, и в которой нас ждет путешествие по фэнтезийному миру большому, развернутый сюжет, куча персонажей и всего такого. Привет тем, кто смотрит это сейчас в онлайне записям. Привет Хруст, Фонора, Птеродактиль, да-да, тот самый Птеродактиль, а не Пекатрон, которого я называл по ошибке. Так, как же ты радуешь, говорит Дри Спрут, спасибо, что стрим-шить начал. Ну что ж, тебе тоже спасибо, что смотришь. Фокснау, Аре, Капулетти, Семрат. В общем, давайте тогда перейдем от общих слов к самой игре. Сейчас мы переключим картинку. И эта бета, она состоит отнюдь не из контента, который потом появится в игре. Ее выпустили только вчера, но если быть уж совсем точным, сегодня ночью. И как-то долго, конечно, они ее запускали, но неважно. Смысл в том, что в ней не будет кое-чего того, что многие ждут. То есть там не будет сюжета оригинального, который в игре будет. Там не будет начала игры. В этой версии, которую можно скорее назвать демо, ее показывали еще на Геймскоме недавно, есть всего небольшое количество локаций, всего три штуки, там деревенька и пара окрестностей ее. Главного рака забыл говорить с снегами, ну как же, действительно, привет тебе. Это английский, а не транслит, так что dry. А, ну ладно, пусть будет dry. Dry Sprout. Хорошо. Так вот, насчет игры. Она будет довольно короткой, я думаю, сегодня пройдем, тут все посмотрим. Но эта игра, она вот в этой версии ориентирована на то, чтобы от людей получить обратную связь о том, как работает геймплей, как механика, нормально ли выстроена. Привет, Madcore. И, например, спрашивает, тут типа демка в игре, никаких спойлеров. Да, спойлеров не будет. Если вы задумывались над тем, нужна ли вам эта бета, и вы боялись, что типа спойлеров нахватаете, я помню, в ВКонтакте кто-то писал, уже не помню кто точно по имени. Но, в общем, боец нечего, спойлер фрей, вроде бы, но, по крайней мере, обещают так. Тут даже есть такая штука, как русский язык. Открываем опции, нажимаем гейм, почему-то пропадают все остальные тексты, надписи, да и надписи гейм тоже. Но бета она, и есть бета. Есть тут куча недоделок, и это не страшно. Язык английский. Если мы переключим на русский, то вы сразу увидите, что шрифт как-то выделяется среди остальных. Это как раз то, о чем я говорил в цивилизации. Меня спрашивали, да, если почему-то цивилизацию стримишь с английским языком. Да потому что там шрифт конченый совершенно, а вот на это посмотрите. Взяли какой-то ареал и запихнули его вместо оригинального шрифта. Вот все, кто переводит на другие языки, переводят нормально. Шрифт тоже дополняют локальными символами местными. И только наши локализаторы из года в год занимаются одной и той же хернёй просто. Берут, особо не заморачиваясь, шрифт какой-нибудь типа ареала. Пихают и ничего не делают. Не делают глифов нормальных русских в шрифте. Не стараются. Я же скажу больше. Если мы, например, загрузим игру, я вот начну, пожалуй, из-за того, что загружу игру, покажу, насколько ужасен русский перевод, и мы к нему больше не вернёмся. Никогда в ближайшее время. Играя Path of the Damned. Что это, не знаю. Сволочи. Да, лигидцы, это Путин виноват. Кто же ещё может быть виноват? Тихонечку загрузочек идёт. Ну и мы стоим такие тут... Смотрим. Мпс Медреф Гвардмен. Опа. Ну это ещё не самое страшное. Они тут все не переведены. Вот. Если мы с ним поговорим, диалоги, в принципе, более-менее нормальные. Мы просто занимаемся своим делом. Как дела? Нашёл Найфрук, бла-бла-бла. Пойду искать. Но если мы зайдём, например, в какое-нибудь здание, там бывают какие-то объекты, которые имеют описание. И когда мы посмотрим на это описание, мы увидим что-нибудь хорошее. Видите? Появляется кружочек такой с лупой. Давайте на него нажмём. Опа. Чернота, чернота. И ничего больше. Самый тяжёлый уровень сложности Гритарея. Одна смерть. Одна смерть от русского перевода. Просто локализация убивает, господа. Не пользуйтесь русской локализацией. Крайней мере в бете. Более того, скажу, скорее всего, до самого конца и даже после релиза здесь не будет нормального русского языка. Просто русские, они особенные люди. Мы особенные. Ну, не знаю, я себя не хочу перечислять вот к таким русским, которые берут и пытаются быстренько срубить бабла по-чёрному. То есть, схватить эту локализацию, наштамповать какое-нибудь говнецо и срубить на этом бабло. Вот это вот типичный бизнес по-русски. Пациент, у вас 8 бит, мне жаль, говорит Фантом. Ну, неважно. Давайте не будем о том, как таджики перевозят игры. Переключимся на нормальный английский язык. И тут внезапно появляется вполне вменяемый шрифт, надписи, которые полностью описывают, что на этом постаменте лежат отполированные черепа, которые осторожненько сложили горочкой и так далее. У тебя болезнь Гарафония, говорит Фантом. Болезнь Гарафония? А что это такое, доктор? Я вообще с этим жить буду? Ну, ладно, хватит войнить. Я, пожалуй, выйду в меню. И создам новую игру. Нам необходимо первым сделаем выбрать уровень сложности. Испытание железом есть. Типа Iron Man, когда у вас одна жизнь единственная. Я, пожалуй, не буду это выбирать, потому что здесь умереть, конечно, легко, даже на нормале. Ну, особенно с моими кривыми клешнями. Привет, Логону. Говорит, он третий раз на стрим попал. Молодец. День добрый, воды будут, а то тут в России иначе так себе. Воды, да, вода будет обязательно. Экспертный режим, который отключает всякие подсказки. В общем, мы на нормальной сложности начнем, потому что это, в конце концов, просто ознакомление. Только Iron Man, только хардкор требует псиродактиль. А вот и нет. Что за игру ли, спрашивает меня Син Син? Вот написано же на экране Пиларс Ов Этернити. И мы начинаем с экрана создания персонажа. Выбираем уже Кайли Бабу первым делом. Выглядят они, конечно, шикарно. Но для игры, которая имеет вид сверху, и персонажи расположены очень далеко, это несущественно совершенно. Пришлось уезжать в городе, творилось через, знаешь, что, Грейдзи Финг? А в каком городе ты там живешь? Ну, это Пиларс Ов Этернити. Откуда ключ? Купил. Спасибо человеку, который пожертвовал мне 2200 русских рублей, которых 60 баксов были сконвертированные. И за них было закуплено вот это вот бета. Потому как там 35 баксов нужно на саму игру, на предзаказ. Кстати говоря, сделать это можно только до 22 августа. Если хотите, торопитесь. Времени мало. Люди имеют... Resolve у нас, как переводится. Resolve. Решительность. У них решительность дополнительная. И сила плюс один. Но, скажу вам так, в этой игре очень многое решает то, насколько способен в разговорах ваш персонаж основной. Потому что разговаривать будет именно он. От его характеристики будут зависеть выборы в диалогах. И что-то мне это напоминает. Это мне напоминает Planescape Torment. Там такая же фигня была. Но такие вот... Люди... Как они там? Из аватара-то были? На ВИ, что ли? Вот. Очень похожи. Сильные ребята. Двор, в которых есть пониженная ловкость. Повышенная сила и повышенное телосложение. Также эльфы, у которых есть восприятие и ловкость. Орланы. О, ужас. С решимостью и восприятием. А также... Богоподобные. С непонятной фигнёй на лице. Ну, конечно же. Они же такие все гадлайк. Им вообще я, он на то, как они выглядят. Давайте на них интеллект и ловкость. Давайте восприятие и ловкость возьмём. На нашем эльфе. Возьмём такого вот чёрненького эльфика. Давай за Хумана смерть к Сеносам. Да ладно. Эльфы же их все любят. Кто у нас будет? Чантер. Друид. Монг. Прист. Рога. Варвар. Прикольное чудо и в перьях. Просто такой гляньте. Богоподобный вроде ещё на 4 делится, говорит Капулетти. Ну, там, да, есть ещё деление после этого. Кстати, тот чувак, ссылка на него, тебя оставлял. Потихоньку Тормин всё же мучает. Говорит, Гуччи, я видел. Да, я видел. У него полтора зрителя. И он на одном и том же месте по 2 часа стоит. И один тот же диалог 2 часа идёт. Я что-то как-то посмотрел. Подумал. И решил пройти мимо. Так. Что нам даёт это всё? Давайте посмотрим, какие у нас есть интересные классы. Визарды. Со стаминами и холстами. Мгм. Дефлекшн или аккурси. Говорят, чантеры рулят. Дефлекшн, рейдж, аккурси. Эншент мэмори. Чантер анднерви. Алис. Континлори гантинь, амонт австамин и комбат. Вот это офигенно. Это пассивка, которая, вроде бы, надеюсь, что это пассивка, которая позволяет постепенно регенить стамину. Здесь очень интересная система с хитпоинтами. Здесь нет только хитпоинтов. Здесь поверх хитпоинтов ещё добавляется стамина. И вы пока у вас есть стамина, которая, по сути, является хитпоинтами. Вы держитесь на ногах. Когда у вас стамина кончается, вы падаете. И вывываете с боем. Но если у вас хитпоинты упадут, то вообще сдохните. Без партии соло. Тут нельзя сделать без партии. Так, дальше ещё у нас есть. Инвокейшн. Powerful magical effect that chanters can create after they have spoken required number of phrases through their chants. То есть они, как бы, высказывания какие-то или chants делают, которые в виде таких фраз. И они дают пассивный эффект, который позволяет накопить их силу неплохо. Lore mechanic. Lore mechanic это, как бы, наши навыки. Lore это навык, как бы, знаний исторических каких-то. Ну и после этого инвокейшн позволяет создать какой-то эффект чантерский. Ну давайте попробуем. Прикольные. Я просто читал, когда записи обсидианов насчёт релиза, они там писали про известные проблемы. Ещё одной из проблем было написано, что чантер имба. Так что наслаждайтесь. Я с удовольствием наслаждусь имбой. Что у нас есть? Угу. Первого уровня фразу можем звучить, которая накладывает эффект на всё оружие нашей партии. Увеличивает скорость движения рефлекса в области действия. Уменьшает режущий и протыкающий урон от врагов какой-то задной области. И снижает концентрацию врагов в заводной области. Ну а также последнее. Потихонечку пожирает часть стамины от врагов в области. По-моему, вот это вот очень неплохо. Который даёт эффект на наше оружие всё вокруг. Что-то все просто били быстрее. Все же знают, танковать надо уроном. Русик ужасен? Да, Русик ужасен. Это так. Лор это же ухо-горлу-нос, говорит базарный. Ну это тоже. Здесь немножко другой лор просто. Этот мужик похож на потрёпанного вида женщину. Подумаешь, эльф. С кем не бывает. Игра по мотивам ДНД. Моя хотеть, моя ждать, эта игра. Да, Порусан, но она не совсем по мотивам ДНД. Она потому что не использует систему ДНД. Так. А, можно два выбрать. Отлично. И наступательная фишка, которая дрейнит стамину. Круто, наверное. У нас будет наступательный исключительно такой эльф. Так. Это не еще инвокейшны. Это саммон фантома. Это саммон скелетона. Это редис дамейдж. Вражеское уменьшение вражеского урона. Увеличивает режущий шоковый урон. А, точнее, сколько мы можем вытерпеть. Что-то типа того. А, неважно. О-о-о. Задает крохочущий взрыв. Который ошламляет. И что-то там шоу с enemies. Что-то с врагами еще делают. В области. Нам нужно что-то одно выбрать. Саммон, это, конечно, круто. Но мне кажется, нужно что-то более крутое. Вот, например, это. Что нам нужно распределить? 57 очков. Вот это, да. 57 очков. Привет, Юркинс. Говорит, музычка похожа на треки из Муравинда. Ну, музычка тут такая, достаточно хорошая. Серьезный минус для инкарнации Infinity Engine. Какой? Что-то я не заметил, о чем там речь шла. Иконки заклинаний из S&D L2. А, ты об этом. Так, самым изучи, плиз. Зачем снегами? Привет, да, из Гритвы Юркинс. Музычка тогда, я видел. Привет, ого-го, это версия для бакеров? Да. И нет кубиков. Да, с кубами не завезли просто. Майд, Конститюшн, Декстерит. Это все круто. Хочу много персепшена, интеллекта. Хотя бы 18. Интеллекта столько же. А остальные распределим по остальным характеристикам. Например, Резольф. Что он дает нам? Концентрацию и защиту силы воли. Немножко в Конституцию. Ну и в ловкости. Ну, как-то так. По-моему, нормально. Не знаю, зачем нам все это. Очень сложно понять. Потому что сила, она физическая и духовная одновременно. Во время сражений она может быть использована... А, нет. Во время разговоров, видимо, она может для запугивания и игровой силы в бою. Она может увеличить наш урон, а также дает нам больше здоровья. Диксауэльфы хороша-таки. Ну, плюс один дают... Я даже не знаю, может быть, немножко убрать сюда, сюда воткнуть. Хотя бы так. Культура. Из какой конкретно мы провинции Империи? От этого зависит, как мы будем выглядеть с самого старта. Что нам больше нравится? Какой-то кольчужный эльф? Или какого-то с копьем? Какой-то эльф с копьем? Эльф с копьем, по-моему, круто. Мы являемся кем? То есть, это наша предыстория. Ученый, наемник, охотник. Путешественник, типа, торговец, трудяга, исследователь. Да, будем исследователем. С копьем, да. Вот с таким-то копищем-то огромным. Ладно. Не будем на этом особо сильно останавливаться. Давайте мы сделаем нормальные волосы. Потому что, в конце концов, эльф. Будь у нас немножко рыжим. Настолько рыжим, нет, не стоит. Но таким вот. Кожа. В конце концов, вот и эльф побелее, пожалуйста. Праймари. Что-нибудь покраснее такое. Или наоборот. Розовенькое. Какая-нибудь такая вот фиолетово-розовенькое курточка. Прямо под стать эльфу настоящему. И вторичный цвет. Это тот, который на штанах у нас. Штаны у нас будут. Где мои малиновые штаны? Не совсем малиновые, конечно. Но тоже неплохо. На лице у нас волос нету. Их не может быть у эльфа. Но лица тоже особо мы разнообразим, конечно. Не блистают. Можно сделать лысого эльфа Бриттла. Можно сделать с какой-нибудь такой причесочкой. Ужас. Почему оно все такое ужасное? Скажите мне. Ну вот будет так. И далее нам нужно выбрать портрет этого эльфа. Бриттл говорит, птиродоксель нетушки вам, фигушки. У вашего эльфа на лице печать за разбойное нападение. Ну не знаю. Бери чудесные операции требует син-син. А ты из другой игры. Увы. Вот такой вот эльф будет. Он отлично в развал. Разкрашенный синие лица. И просто страшный, как сама смерть. Он подходит. Конечно, у него пусыровый внешний вид. Волнистые волосы. Это тоже ничего. Может быть, он даже держит в руках копье. Нормально. Выбрали. Выбираем голос. Лжанский голос ему, по-моему, подойдет в самое то. Ладно, шучу. Возьму все-таки мужское, потому что как чересчур. Имя. Имя, конечно же, да, из мастера. Аватарки по ПЦ. Да, аватарки зачетные. Это больно на Маха. Надки на его дубака похож. Если вы понимаете о чем. Я не очень понимаю. Точно полов только два? Да, только два. Но это пока что бета. У них многое не доделано. И мы появляемся сразу уже пятого уровня. Вместе с партией готовой. Заранее подготовленной. Уже одетой экипированной. У нас как бы все есть. Давайте левелапнемся. Нам нужно левелапнуться. Будем левелапнуть. В чем мы лор? Атлетику. Лор что дает? Она как бы показывает наше суммарное знание о различных обычных и эзотерических вещах. В битве она позволяет больше узнать о противнике, о его способностях. Каждый раз, когда мы атакуем врага, то наш навык лора позволяет открыть какую-то или его защитную, или... Лево одну из его защит открыть, как бы, или для обычных врагов записывать что-то в бестиарий. То есть, наш такой как бы дневник. Неплохо. Лор, механик и сурвайвл. Сурвайвл что-то мне не особо нужен. Наверное, пока что атлетика что дает. Путешествие — это довольно утомительная работа. Путешествовать, воевать, забираться на высокие статуи или на павшие. Чуть-чуть. Скилл контраст эффекта власть. Этики, алло, инкерсты, что дуфе и файта лонга. В общем, это позволяет больше и дальше идти, сражаться. Она используется для различных физических навыков. Типа скалолазания, плавания, прыжков. Прыжков даже. Вы не поверите. Что мы можем выбрать? Вот меня сам он просили взять. Мы взываем к чему-то за пределами вали и создаем фантома, который будет драться для нашей команды на нашей стороне. Неплохо. Это был первый левел. Их еще четыре. Левел ап дальше. Стелс нужен ли нам? У нас механика есть. Механика позволяет легче открывать замки и находить ловушки. Чем больше навык механики, тем более... Тем лучше ловушки. Как же они могут быть использованы? Вот эти навыки для того, чтобы активировать множество различных машин, механизмов. Почему боссмертанк? Или я что-то пропустил? Да потому что он такой, не знаю, ему нравится, что ты хочешь. Домашнего скелета. Все будет обязательно. Я слышал, как графон отличный получается. А, так графон. В смысле, как так? Смотри, Болдорус Гейт 2, Майденэжик 7, Герои... Ага. Механика, эх, Арканум. Механика на самом деле очень близка к тому, что было в старых таких РПГшках, типа Арканума, Болдорус Гейта. Но на Арканум, да, похоже, реально. Не зря же там как раз прохождение Арканума есть на канале у Obsidian. Сразу заметно, чем они вдохновлялись. Сурвайл, что он дает? Лучше использовать позволяет пищу и поушин. Давайте Атлетику немножко возьмем. Так, это что? Это все равно еще из первого? А, это наши фразы. Это увеличивает скорость рефлексы. Ну вот, давайте защитную фразу возьмем. Еще один левелап. Как это долго, да, заметьте, создать персонажа. Лора побольше. Еще немножко Атлетики. И кто там хотел скелета? Вы его не получите. Взрыв, который оглушает, это тоже хорошо. А здесь нам нужно ровно шесть для лора. Лор в восьмерку тут неплохо, да, согласитесь. Не знаю зачем, но пусть будет. И, наконец-то, второго уровня мы можем выбрать какое-то заклинание. Привет, Дайс, говорит Тима. Скучал за твоими стримами? За стримами скучал? Или скучал по моим стримам, ты хотел сказать? Здравствуй, Хейти. Посмотри статы компаньонов, товарищи могут заменить тебя в некоторых местах. Но вот лор не заменит, потому что вроде там он используется в некоторых местах для разговоров. А разговариваем только мы. Вот в чем проблема. Почему у твоего эльфа лицо спитое? Вроде молодой еще совсем. Да вы знаете эльфы? Они выглядят молодыми, а самим уже по сотне лет. Генерирует поле ужаса, которое устрашает врагов в области. Уменьшает длительность различных защит от устрашающих эффектов. Мистолз Аура Фрост. Ага, аура холода, которая замораживает врагов. Это не надо. Ну давайте ауру возьмем. Аура это всегда круто. Можно сказать почти пола один. Все, больше левелапать некуда. Защитная фраза. Лол, да это же стоп-слово. Да это почти что Барт, вы что? Давайте засейвимся. Эй, я сказал засейвимся. На F5 жму как бы. Нет? Чуть ничего не происходит. Ну ладно, типа будем думать, что она сейвится. А, вот игра запаузена. Отпаузена. Есть ли у нас этот сейв? Лодгейм. Да, мы прямо здесь где надо. Засейвились нормально. Четыре миллиона за игру на одном только кикстартере. Да, кикстартерная кампания была довольно неплохо. Как долго мы тут стоять будем, жалуется он. Эй, мы просто занимаемся нашими делами. Поговори с Медретом, предлагает мне этот дворов. Медрог говорит, пока мы ее не найдем, так что держите свои глаза открытыми. Эльф здесь стоит рядом с дорогой и наблюдает за деревней прямо через реку. Так, Нотс, Нотс, что-то там. И все фигуры рядом с ним вдруг замолкают, когда мы подходим. Приветствую. Взгляд ужаса формируется на его лице. Взгляд полный ужаса, видимо, медленно появляется на его лице. Так, скорее перевести нужно. Ты только что пришел из деревни, не так ли? Как там вообще? А, там фигово вонять таким дерьмом поросячим. Он внезапно смеется. А, да, я думаю, действительно лучше быть на этой стороне реки. Однако, я тут кое-что ищу, говорит он. Даже не кое-что, а кое-кого. Ты кого это ты ищешь? Че, не слышал? Здесь есть убийца. Говорят, что он сошел с ума. И очень много убил здоровых детишек. Которые... Когда сама она Хлоуборн. Вот проблема. Русский язык бы ключить, конечно, неплохо было. Потому что переводить достаточно сложно. Язык очень много содержит слов разнообразных. Которых частенько моим слаларным запасам нет. Мы пришли из Букты какой-то для того, чтобы привести эту убийцу к правосудию. И что? Ты хочешь сказать мне, чтобы я ее остановил? Хм. Она обрячется в деревне. Мы собираемся ее саму захватить. Но проблема, знаете, в чем? Она нас знает в лицо. И если она нас увидит... Если она нас увидит, никто не знает, что она сделает в этом случае. Так что мы бы хотели этого избежать. И какого-то дополнительного ущерба, чтобы это не принесло. Ее зовут Нифри. Она из Орлана. Она хочет... А, мы хотим, чтобы ее доставили в наш город. И мы, соответственно, могли бы с ней разобраться. При этом она сама в курсе того, что мы за ней охотимся и ищем. Но если бы кто-то мог бы уговорить ее, что это на самом деле сейчас безопасно покинуть деревню. Хм. Если она серийный убийца... Почему бы не отправить рыцарей правосудия за ней? A look of distance flicker across this face. Какое-то такое вот выражение лица проскальзывает на нем. Какой-то далекий взгляд. Это достаточно быстро происходит, но мы это замечаем. Но вообще... Сильные хотят, чтобы мы... What do you want to keep in? Вообще, мы хотим сохранить это в тишине. Чтобы не было лишнего шума. Вполне понятным причинам. Лучше не вызывать какой-то беспорядок. И не заставлять ее сделать что-нибудь ужасное. Ну, вот это кивает тебе, говорит мне. Ренсон, покажи сопартийцев. Все сейчас покажем. Груби, будь злым. Обязательно, может быть, как-нибудь потом. Ну что же, посмотрим, насколько Дайз знает английский. Ну, как-то, знаете, так. Не очень хорошо, на самом деле. Мог бы и лучше. Не, ну реально, музычка как в Моро Винди, говорит Юркинс. Музыка, да, хороша. Все же, Ротикатор тут зарулил бы. Да, но, к сожалению, он очень кривой. Он все-таки родился мертвый ребенок. Она сошла с ума от горя и мочит детей, говорит Ария Ренон. Окей, спасибо за краткое содержание. Это, кажется, будет лучше, наверное, чем то, что я рассказываю. Страдая. А вот был бы скелет, он бы все наверняка себя перевел, говорит Трубочист. А, летающий череп, если бы был, например. Кажется, с такой полевой ротификацией мы далеко не уйдем. Уйди, уйди, уйди. Тебе пора стринить на твич для англоговорящей критерии Ренон. Ну, так-то да. По стопам Торниса еще может усы отрастить. Какой коварный план у меня. Ладно. Я постараюсь ее вывезти сюда. Он кивает. Да. Она тебя не знает, так что должно быть просто. Но у меня есть пара вопросов к тебе. Что она в точности сделала, расскажи. Она ответственна за убийство всех детишек в заливе Дефенс. Дефенс как-то логично переводится, не важно. Помнишь, помнишь? Ужасные вещи. Ей нужно заставить заплатить. Так что вперед. Ладно. Я отправлюсь на поиски. И мы получили новую задачу. Где у нас журнал? Квесты. А, вот задача. Это даже не квест, а просто задача. Кошки и мышки называются. Женщина по имени Нефри бежит от правосудия и скрывается в Эдерфорде. Найдите ее и заставьте выйти из этой деревушки. Только что раскрыл секрет, что у тебя нет усов, как у Сталина, говорит, снегами. Это да. Вот здесь находится у нас что? Какое-то здание, похоже на часовню. Там колокол сверху. Давайте у нее зайдем, посмотрим, что внутри. Чувствую еще 30 минут. Сюжет игры в переводе Дайса не будет понимать уже никто. Но все просто. Женщина, убийца и детей скрывается в деревне. Нам нужно ее вывести. Но что-то здесь не так. Они что-то скрывают. Хорошенькая часовенька, где черепа лежат, окруженные подсвечниками. Все мило, добро. Черепа на самом деле это, типа, падшие герои. Это постамент памяти им. Мы поговорить с Келби можем, но он ничего не скажет, кроме того, что тебе, наверное, хочется встретиться с Беодмаром. Но он сейчас не в городе. Так что я тут занимаюсь тем, что поддерживаю свечи, пока он не вернется. Если диалоги будут все такими, то будет очень круто, говорит Мегвег. На диалоги они здесь перемежаются различными вставками о том, как везет себя персонаж, что он делает. Как он там подозрительно вдруг смотрит вдаль. Как он к тебе кивает. Какое выражение лица у него появляется. Отличная циркушка с черепами. Это да. Все они такие. Вообще, замечательно, что водичка такая анимированная. Я бы еще, конечно, не отказался от травки анимированной. Колесико вращается на водяной мельнице. Отлично. Виллджер. Житель деревни. Давайте возьмем, зайдем сюда. Собственно, какой тут сюжет? Сюжета пока тут никакого нету. Это маленький фрагмент игры. Даже не фрагмент, скорее отдельный кусок, не связанный никак с игрой. Специально сделанный для вот этой беты. И мы просто появляемся как группа странствующих каких-то адвенчуреров обычных. И, ну, просто с первым там заговорившим, попавшимся, с первым встречным заговариваем. Узнаем о том, что есть какая-то женщина, например. Нам дает маленькую задачу. Квесты можно тут тоже найти некоторые. Колесо. Журнала, точнее говоря, медленно вращаются. Ты бывал в бухте Диафианс? Я слышал, есть... Так, так, так. Ну, в общем, тут еще есть маленький такой вот чатик. Точнее говоря, лог. В котором пишет все, что мы говорим. Все, что мы слышим. Точнее говоря, все, что происходит текстово в игре. Так, Холлоборн это типа рас или национальность, наверное. У лорда будут большие проблемы, или даже большие проблемы, если его стража продолжит нас... Так, постоянно на нас наседать. Карманы и кражи есть или не завезли? Карманы хорошо я не видел, зато я видел стелс-скаутинг-режим. Когда мы переходим в стелс-режим, вот есть у нас круги, в которых нас замечают, и круги, в которых видят враги. Стелс, как видите, у всех разных. У некоторых маленькие круги. Их могут заметить только на небольшом расстоянии, а у некоторых большие. Потому что это, например, наш персонаж, которого со стелсом просто полный не завоз. Давайте посмотрим, кто у нас есть, кроме нашего главного персонажа, да, и с мастером. У нас есть BB Fighter. Замечательное имя вообще просто. Ну, у меня там хитпоинты, как бы, даже меньше, чем у нас, как ни странно. Если так почитать, тут ничего особенного про него не пишут. Персональные какие-то статистические параметры. Ну, то есть там психиатрический удар. Всего, сколько там нанесено урона было. Сколько ударов было. Сколько он получил урона. Сколько раз был выбит полностью из боя. Там статы, типа защиты, фортитуды, рефлексов, вилки, то есть силы воли. Он в пати один час, кто один час. Есть у нас Рога. Это Рога, как известно, разбойница. Такой вот типичный вор, взломщик. Какие у него навыки могут быть? Вообще, по идее, тут вот есть панелька с навыками выбора оружия. Например, дальнобойный лук или ближнего боя набор оружия. Есть у нас Финшинг Блоу. Это добивающий удар. Есть у нас Побег. Есть у нас Колечащий Удар, который позволяет замедлить противника после того, как этот удар нанесен. Есть такая бездумная атака. Когда мы кидаемся в Берсерке, получаем от этого больше урона сами, но и сами наносим больше. Есть у нас Хиллер. Это Прист. У которого есть четыре, а нет, три круга заклинаний. На первом тут, посмотри, сколько всего. Если всех разбирать, это что творишь? Эй, тихо-тихо-тихо. Разошелся, понимаешь ли. Маленький Эльфенок, или кто он там у нас? Маленькая Рога взяла. Начала почему-то махать своей непонятной дубиной даже. Какое у него оружие? Это просто набор оружия ближнего боя. Если посмотреть в инвентарь, мы здесь увидим... Что, стилета и хэтчет? Максимус, здравствуй. Очень похоже на Балдургейт. Да, потому что есть сделаны по мотивам Балдургейта. Ну и последний, это маг, типичный визард. То есть у нас партия из Ближника, из Роги, из Мага и Преста, собственно говоря. Ну и плюс наш чантер. Вот у него, видимо, шкала чантов. Что у нас есть? О, так посмотрите, известные фразы. Заготовленные чанты. Интересно, как это все работает? Я даже не представляю. Нужно будет разобраться. Даже хеллп, говорят, есть. И вот эта фраза, она начинает вытягивать жизненную энергию. Ну, точнее говоря, даже не жизненную энергию, а, скорее всего, силу из врагов. Что с лицом у этой эльфийки? Не на портрете. У какой конкретно эльфийки? У Роги-то, в смысле? Ну, лицо как лицо, что вам в нем не нравится? Ладно, берем наших, двигаемся дальше. В этой мельнице были. Если у нас какие-то бочки. Да, мы можем бочки полутать. Это же самое замечательное. Вот вы приходите куда-нибудь в город и лутаете бочки первым делом. А там как внезапно мука. Мука, это круто. Что бы мы делали без муки? Ну, сразу же таверна рядом с городом. Рядом с ходом в город. Сюда же пойдем. И возьмем, наверное, пару квестов, которые здесь могут дать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...